В декабре прошлого года было начато строительство сетей водоснабжения и водоотведения в 14-м и 15-м микрорайонах. Новую коммуникацию удастся проложить благодаря кредитным средствам Фонда национального благосостояния. Мы сможем здесь проложить новые коммуникации. Мы посетили площадку строительства сетей вместе с подрядчиком. Работа такая серьезная, большая, приходится глубоко копать. Сейчас уже проделана большая работа, подготовленная местность. Все материалы уже закуплены у нас. Это все у нас в итоге после сдачи объекта позволит активно развивать новый микрорайон без проблем для застройщиков, для жителей. Напоминаю, что здесь уже в этом микрорайоне строится у нас уже новая школа на 1225 месяц. Традиционно первым на оперативке заслушивается доклад об обращениях граждан. Именно жалобы жителей по тем или иным моментам, связанным с жизнью города, отражают, в каком направлении необходимо усилить работу. Больше всего обращение на тему снега – это первое место. Тема ЖКХ – ненадлежащее содержание многоквартирных домов, протечки, скромы, ненадлежащая уборка подъезда или плохое качество воды на второй строчке. Благоустройство, благоустройство общественного пространства, содержание остановок, содержание ремонта и обустройство тротуаров. Обращение на тему социальной сферы – это содержание гособразовательных организаций, доступная среда для инвалидов, культурно-тосковые и спортивные мероприятия. Пятая строчка – обращение по ТЭП УОН. На территории городского округа продолжается профилактическая работа по недопущению пожаров. Ведется выдача автономных пожарных извещателей льготным категориям граждан. Об информации по линии управления гражданской защиты отчитался Ильдар Абдулин. Было зарегистрировано два пожара. Также за истекшую неделю зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с одним пострадавшим. Пострадавшая у нас несовершеннолетняя девочка, сейчас находится на стационаре. Происшествий на водных объектах не допущено. Едино-дежурно-диспетчерскую службу поступило 1592 сообщения, на 140 сообщений больше. Основное количество, наибольшее количество обращений у жителей – это на скорую помощь. Нефтекарские коммунальщики продолжают работу по зимнему содержанию города, в том числе вывозы снега с территории города. На уборку города ежедневно задействована служба чистоты и порядка 86 дорожных рабочих и 29 единиц техники. Работа организована в двухсменном режиме. ООО «Омега» задействована по частному сектору 12 единиц техники, ООО «Энергетик» – 3 единицы техники. За отчетный период вывезено 52 945 кубов снега. Также проводится работа по расширению проезжей части, механической очистки автодорог по центральным улицам, остановкам, пешеходным переходам, детским и спортивным площадкам, тротуарам города. Очищаются подходы к объектам социальной сферы и общественным пространством. Управляющими компаниями продолжается очистка дворовых территорий, в том числе кровли, козырьков, входных групп, подъездов. С докладом по итогам 2023 года о ситуации с улучшением жилищных условий граждан, состоящих на учете как нуждающиеся, выступила начальник жилищного отдела администрации. На учете как нуждающиеся в жилье на данный момент состоит 856 семей, в том числе 159 молодых семей. В 2023 году улучшили жилищные условия 30 семей, в том числе социальные выплаты получили 6 инвалидов общего заболевания на сумму 10 миллионов рублей. Предоставлены жилые помещения специализированы жилищного фонда 14 лицам из числа детей-сирот. Жилые помещения приобретены за счет средств федерального и республиканского бюджета на общую сумму более 34 миллионов рублей. Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома 4 молодым семьям на общую сумму более 8 миллионов рублей. По состоянию на 1 января 2024 года на учете состоят 1088 семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Из них 870 – это многодетные семьи. Единовременную выплату взамен земельного участка в 2023 году получили 83 семьи.